здравствуйте глубоковажаемые любители летных видов спорта мы летим на мэтрхорд на таурусе у нас взлетает спиро ухавк планер весом 70 килограмм я его сопровождаю оп поехал мы еще и набираем с видом на мэтрхорн вот это невероятное зрелище точнее слова есть там почему-то нецензурные лезут а у нас же детский канал ну в том смысле что дети тоже смотрят вот он мэтрхорд мы долетели на него до таурусе да все до свидания мэтрхорд вот избушка кстати на курьих ножках и альпинисты всякие под нами летник красивый слева склон в котором резаться нельзя друзья как красиво облака слева не заманивают но по опыту я несколько раз туда совался и вот при вечернем таком возврате ты уходишь туда они над горами висят от и ниже к ним ты выбраться никак не можешь ждут приключения еще я рассчитываю прийти вот туда под это облако и там желательно как-то все-таки наковырять высоту потому что варен долину марьер надо пить вещь но сейчас друзья пробиваемся туда где вся от облака где могут быть потоки факт что это лучшее место другого нету перевальчик проходим вот так вот страшно я попытался взять справа но у меня ничего не получилось и по-хорошему единственный вариант вот прямо по курсе из облака над криптом кребет удачно расположены по солнцу и по всему мы сейчас туда выкарабкаемся и пойдем дальше я помню как здесь на этом сконе выкарабкивается мне сейчас уже пятки куда-то тоже прячутся потому что очень страшно будет сейчас все это вы видите очень непростая горка вот уже скон заработал даже здесь может быть если будет хороший поток прям здесь вы возьму смотрим два метра такой забросик не очень хороший пойдем дальше я знаю что там к этому облаку виде долина конечная туда засасывает огромное количество воздуха и дальше он вот там в тупичке и вы углевает его вверх так что сейчас все будет должно быть ну и лезем мы в эту вот и ты долина узкая в эту вот долину мы залазим сейчас потому что облако то в конце здесь сейчас кусклоны могут работать но сейчас ветер поменялся и он уже скажем так параллельно склону идет все это засасывает в долину даже в общем-то попу нам справа под 45 градусов но зато перспективному место о ещё это очень долго но ты не стенд вайвы к фронтаундрафтки с мэй бит дирекса миска уек да друзья ведь какие не скотнички мы попадаем иногда то стеночка прямо по курсу она как раз рабочие там какой-то водопад ледопад вот там и будем все и выбирать 2800 200 метров мы разменяли на эксперимент да и не факт что мы закончим чем на хорошим пока до сих пор потока нету сенту фуалли ой ла ла аглайдер дистополу я бать я есть на синг а твайзи скона ну вот он что то есть да ты не развернешься здесь я проблем вы застряли нам приходится выходить по этой долине назад вариантов других нет у нас облако над нами но непонятно как нам тут как нам отсюда выкарабкаться вот такая вот фигня теперь вопрос как отсюда выбраться из этой долины потому что у нас снижение примерно равно наклону долины лучший способ в этой ситуации это по центру долины двигаться что это единственный способ не получить эгиптанских минусов две с половиной тысячи мы слили до Кренича высоты зато можете посмотреть на водопады какой-то поточек в центре долины прикиньте вот как это удивительно бывает да для тех кто любит хардкор вот сейчас самый хардкор из всех хардкоров друзья до дна долины сами увидите ни о чем на дне долины какие-то развалины непонятно что и я бы не сказал что набор сильный но он есть и сейчас я даже прям боюсь боюсь вы спрашиваете бывает ли страшно бывает вот как сейчас как набрать высоту совершенно непонятно вот так и набираем уже 100 метров набрали вот в таком красивом месте я бы сказал в ужасном месте удивительная ситуация крайне редко я попадаю в ситуацию когда поток идет ровно со дна долины середины долина, середина долины вот он поток вот мы его у нас ветер ровно сносит этот поток да и коллега мой просто умничка что его взял потому что я начал уже немножко нервничать нам надо как-то удавиться выбраться вот к этим облакам сверху фу ужас окей мы взяли 200 метров это более безопасно но я не знаю сейчас вам нет что это будет очень крепко мы попытаемся я смогу попробовать но я смогу попробовать да да хух тут стресс что сейчас лучше я опять займу да друзья век живь, век учись у меня не было мыслей брать здесь поток я бы просто не заметил даже не знаю что ли было бы дальше ну вышел бы понятно из этой долины там внизу склоны набрал бы, но там место явно хуже. Там вот это влияние этого противного воздуха из Италии, которую я вам сейчас потом покажу. Откуда воздух в Италии? Вот, а сейчас мы достаточно удачно взяли поток с долины. Может быть, там вечерний пык какой-то сформировался, еще что-то, то есть, представляете? Я рассчитывал, что от этого склона будет набор, а он просто в центре долины. Вот моя ошибка, мои неправильные действия. И чуть было не отгрыбли приключений. И самое главное, что могу вам одно сказать, вот в таких долинах мотор может и не спасти. Если будет сильный ветер, сильные нисходники или еще что-то, у вас бывают такие нисходники, что там 4 метра, а мотор дает полтора. Ну и что вы будете делать? Ничего. Вот так носик лайнера рисует дугу аккуратненькую. Страшное дно долины отодлинулось вверх. Стенка ужасная, в которую я чуть не врезался. Тоже вроде не перестала быть такой страшной. Все хорошо. Так что вы понимаете, какая ценная штука? Это нормальный, хороший напарник, который помогает в трудную минуту. Вот именно опытный человек, который просто параллельно строит еще другую модель. На данном случае моя модель. У меня сегодня было много удачных решений, но вот в данном моменте просто мне коллега мой очень помог. Я ему крайне благодарен за это. Продолжаем. Планерный спорт на двухместном планере. Офигенная штука. Вот я на чемпионате мира буду летать в этом году с Ладой Саматузой. Кайф, потому что два человека обмениваются информацией, придумывают какие-то свои решения. Каждый потом их объединяет и получается очень красиво и хорошо. Так что я прям очень радуюсь. А между тем, посмотрите, наконец-то нам открывается свобода. Как выглядит свобода высоты. Да вот так. Мы уже выше хлеба поднялись. И сейчас нам очень важно взять кромку. Линия ближе к дому хорошей погоды выглядит. Здесь видите, сколько нужно пролететь, чтобы на эту линию хорошая погода еще вылететь. У нас еще приключение не закончилось. Ну что ж, мы продолжаем. Пытаемся все-таки взять вот то облако, те облака. Там будет потрясающая картина острова. Но мы опять летим в конец ущелья. Теперь уже правда с большей высоты. Больше надеждой, что все будет хорошо. Минус пять опять. Смотрите, какой ужас. Я так понимаю, мы будем перепрыгивать. Перевал. Да, вот это будет найти антогойню. Может, и не будем. Ну да, все взять крайне сложно. Приходится на спон, закручивать. Ну, по сратушке реально. Даже у меня сфинктер сжался. Вот плата интересная. С ледничком. In this the best place. Друзья, вот это облако мы сейчас попробуем взять. Как раз вот эти скалки перепрыгнем. Потому что вот с этой стороны опять не получилось. Как говорится, два раза, это два раза. С трейсом над ними будет сильный поток. Я очень хочу в это верить. Я не раз вот здесь брал. Ой, какой вид. Какой вид. Поток, 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 поток. Есть. Есть поток. Скажите, какую жопу там зарядали. Ну, блин. Даже мне страшно было. Ну, и когда вот так планер на скол несется, опять же, тоже мне страшно. Когда я не за ручкой, оно вообще поток сильный сейчас будет. Сейчас выберемся на высоту. Немножко больше. И страшно у меня перестанет быть. Ой. Невероятное зрелище. Просто невероятное. Набор над полем облаков. Надо открыть форточку. Посмотрите, как можно набирать совершенно потрясающие. В следующем месте. На границе двух воздушных масс. Вот эта воздушная масса, которая, которую вы наблюдаете сейчас, низкая. Это итальянская воздушная масса. А мы находимся в той воздушной массе, которая сдувает из Франции. В массе с хорошей погодой. И вот у нас такой вид, что я даже не знаю, на какие деньги. Нам еще осталось долететь. 135 километров осталось до аэродрома. 3-700 у нас высота. Мы пытаемся набрать вот это облако. Но еще надо на это немножко времени потратить. Ну, тут выбрались мы вот из-под этого литника. Два раза упирались в стенку. Будет длинное видео. Обязательно про этот полет. Полетники пестрели. А это я прям сейчас, сегодня загружу, чтобы вы завтра утром увидели. Просто посмотрите. Вот в этой долине мы чуть не сели. У нас тут было метров 300. Вот по этим скалам мы карабкались, как-то выбирались. Вот выбрались, и у нас опять свобода. Вот там далеко, где-то в 100 километрах Монтеркорна. Вот это вот Манбалан. Это облако, которым он нас тянет. Наш верный пепестрель, в котором мы замечательным образом летим. Фух. И даже слов у меня никаких нет. Что-то снимаю, а что не знаю. Наверное, еще какие могут быть слова. Вот это все Дуга-Альп. Они идут от Монако. Где-то там вот она Дуга-Дуга-Дуга-Дуга-Дуга-Дуга. Вот это на этом траверзе где-то Гренобль. Потом, смотрите, смотрите, пальцем ничего, что я показываю. Культурно, я считаю, в этом случае. Вот Монбалан. И вот там Мотерхорн. И вот эта вся Дуга-Альп дальше потом загибается. Идет куда-то там через Австрию, по Словению. У меня мечта по этой Дуге-Альп как-нибудь слетать замечательным образом. Ну, а вам, наверное, просто полюбоваться. То есть я много раз бываю в хороших местах. Но что в таком и с такими видами, не знаю. Ладно, берегу. И мы сюда выбрались все-таки. Сейчас немножечко еще подберем капельку и рванем. Дальше у нас цель вот туда перепрыгнуть и хромать домой. Но для того, чтобы хромать домой, нужно еще высоты набрать. Сделать это нужно талантливо. Времени уже 6 часов вечера, друзья. 6 часов. Ну, правда, до дома 135 километров. Высота у нас 4 километра. Если хорошо напрячься. Ну, вот, на качестве, конечно, шляхера мы бы дошли. Нам 50. В пестреле будет в районе 40-комника. Ну, вряд ли он дойдет. Надо будет еще где-то набирать. Но мы обязательно наберем. Напишите в комментариях, как вы считаете, долетим мы или не долетим. Друзья, смена 99.4 километра высота. Ой, все приборы работают нормально. Все прекрасно. Как выглядит вот я с кислородным оборудованием. Соответственно, постоянно дышу. Кислорода, ну, потому что мы полдня на 4 тысячах провели сегодня. Мы, наверное, немножечко вперед пройдем и будем идти на переход. Впереди потрясающего вида озера. Вот, кромка облаков. Офигительно. Просто невероятно. Все, выше уже все равно нельзя. Монифик. Ты лучший. Я говорю френчий сейчас. Окей. Окей. Я не знаю. Окей. Мой walk is finished. Yeah, great walk. Окей. Ну что ж, друзья. Мне отдали управление. Опять я главный. И я буду думать, как же мы дальше полетим. Полетим мы налево. Скорее всего. Немножечко пройдем по прямой, потому что мы здесь практически высотой матери. Попрощаемся с вот этим облаком. И пойдем налево. О, вот впереди у вас озеро. Большое озеро. Шикарное совершенно. Вот это озеро, которое мы пролетали в прошлый раз с другой стороны. И мы над полем облаков, где нет энергии, летим. Мы могли, конечно, вернуть и попробовать под этим облачком пройтись, но никакого спусла, кроме потери высоты и времени. Мы сейчас летим под одинокие облака прямо по курсу. И там нам нужно еще пересечь долину Сузы. Долину Марьен мы пересекли. А вот долина Сузы еще предстоит нам. И тогда мы дотянемся до хорошей погоды, которая есть еще у нас на экране. И вот если эта погода нам позволит, мы тогда вернемся домой еще. Но даже сейчас все настолько хорошо, что даже посадка, например, в аэродромы Сан-Крепан не проблема. Время нас поджимает. Вот это все наши приключения в 18 часов 6 минут. А до дома еще 126 километров. То есть нам нужен еще один такой же хороший набор где-то вот под теми облаками. Или просто не терять быстро высоту. Ну, над высоты перейти долину нам хватит. Вот то, что выкарабкаться к облакам. Эх, тяжело вам. Поздновато мы. Долбану у нас даже немножечко. О, планер. Сигнализация сработала. На хвосте. Ну, что, сбиваем? Мы с вами на глядер. Глядер точно так же. Да, да, да. Как это? А зачем нужно длиннее? Зачем нужно длиннее, если и так летится хорошо, друзья? Как много стоит лет? Он за нами гоняется, друзья. 56.5. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как говорится, зачем платить больше? Друзья, вот этот планер, это свобода. То есть это никакого геморроя с точки зрения бумаг. То есть все вот. Медицина, как на автомобиле. До новых встреч, глубоко уважаемые любители любых видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова